Скажем, сейф теплоэнерго, водоканал, слесарь, сварщик и так дальше. Надо готовить эти специальности, надо, потому что предприятия уверенно иду к среднему возрасту, работающих 60 лет. Так а дальше-то что? Может, воду перестанем в городе Севастополь пить? Никто не отказывается пить воду, да? То есть, или чтобы тепло не получали. То есть, нужны люди, нужны специалисты на предприятии. Но я что хочу сказать, что мы сейчас проводим такой момент, если говорить. Я думаю, мы сейчас на это так или иначе выйдем. Я думаю, что Владимир Владимирович станет разговором. Значит, смысл стоит в чем? Мы сейчас реально уже планируем фонд заработной платы и реально планируем более высокую заработную плату. Мы поставили задачу, чтобы в нашей коммунальной предприятии средний уровень зарплаты был на 20% выше, чем в среднем по городу. Ну, смысл, чтобы... И что нужно? Что в советское время было, что сейчас? Сказать, что все склонны, извините, быть в науке или быть инженерами, согласитесь, что это кому что дано от природы. Ну, просто когда человек идет учиться, ну как, деньги родители позволяют. Значит, родители делают в многих случаях большую ошибку, потому что когда он закончил специальность, он, к сожалению, вся эта специальность идет помогать на рынок родителям и через 5 лет теряет высшее образование. Ну, надо просто многим сказать, ребята, вот посмотрите, здесь есть такая стипендия, значит, вы придете на производство, но я прошу прощения, вы сходу будете получать 500 долларов, но я так специально говорю, чтобы привязаться, значит, к более твердой валюте. Человек будет думать, потому что он хочет жить нормальной жизнью, он хочет опять планировать семью и так дальше, и так дальше. Или я не прав, Владимир Владимирович? Вот на сегодняшний день у меня, я извиняюсь, значит, 25% пенсионеров, при этом пенсионеров уже после 60 лет. После 60 лет. Вот под них уже сейчас надо, так сказать, готовить... Ну, я прав, что сегодня вы пока самостоятельно не в состоянии готовить кадры. Самостоятельно, конечно, не в состоянии. Вы у нас, Владимир Владимирович, отработали на судоремонте, кстати, начинали, и более 20 лет как раз-таки вот в профессионально-техническом образовании работает эта схема? ВУЗ, ВПУ, работодатель, заказ города или просто город-экономика? Ну, я должен сказать, что вначале, что учебные заведения города, в частности, профтехобразования, они постоянно работают над тем, чтобы повысить мобильность своих выпускников на рынке труда. Я должен сказать, что из 56 профессий, которые мы подготавливаем в училищах, 24 интегрированные. Это, например, сборщик корпусов металлических судов, электросварщик ручной сварки, газорезчик, или повар, бармен, официант, или закрывщик портной. То есть 2-3 профессии даем, чтобы повысить мобильность. Более того, наше учебное заведение за последний год мы пролицензировали более 25 новых профессий. К сожалению, половины из них не прожилось, потому что, не имея заказа от работодателей, от предприятий, сами руководители учебных заведений совместно с управлением методом проб и ошибок пытались определить, ну, тоже найти свою нишу и готовить новые профессии. К сожалению, не совсем получилось. Я должен сказать, Малирова, что у нас, в принципе, вот мы 2009 год, у нас был госзаказ, тысяча три человека, в прошлом году у нас был 1275, сейчас мы где-то планируем тоже вот в таких же пределах 1300, потому что ЗВЕС у нас будет зависеть от 11-ти классников, а выпуск в этом году их будет всего 770 человек, и мы должны взять их и в профтехучилища, и, безусловно, в вузы. Я что понимал, это вот, не знаю, все понимают, знают, у нас 10% учащихся, ну, примерно 10%, да, учатся в ПТО, правильно? Да. На 30 тысяч, 3 тысячи у нас учащихся заканчивают ПТО. Ну, просто понимать. Поэтому сейчас вот такой момент тоже, вот, когда мы говорим про заказы. А вот лицензированный объем приема в училище, мы способны принять порядка 2000 человек, понимаете? То есть у нас есть лицензии, у нас есть мощности, это возможно сделать, нет, к сожалению, учащихся, это раз, и, во-вторых, нет основного, это заказы от работодателей. К сожалению, это такая политика не только, ну, ситуация не только в городе, но и в государстве, потому что на уровне государства тоже отсутствует система мониторинга потребностей рабочих кадров и по направлениям экономическим, вот, направлениям, и в разрезе профессий и специальностей. В этом наша беда. Мы вот на всех круглых столах, которые мы проводим в центре занятости, потому что мы учебно-звене активно сотрудничаем с центром занятости, постоянно я обращаюсь к работодателям и к руководителям совета работодателей, которые у нас в городе есть, что давайте ваши предложения. Мы готовы вам пролицензировать любую подготовку по специальностям. Единственное, что если технологически сложная профессия, ваша нужна будет помощь в преподавателе, в мастере и в производственной базе, без которой это невозможно сделать вам же специалистам. Гром замкнулся. Вот то, что вы говорите, это возможно, ну, при заводах, скажем, ну, я в основном говорю, там, по 3-2 тысячи человек, когда у них есть, ну, соответственно, прибыль, которая, получаясь в завод, позволяет им вкладывать подготовку. В чем сейчас проблема? Вот я еще раз говорю. Не потому что там сидит Антипенко и не хочет. Ну, концы с конца не расставятся. То есть надо содержать завод, территорию завода и так дальше. Но вот это количество людей, они не зарабатывают достаточно денег для того, чтобы подготовить кадры. Тем более, тем более, я понимаю, что вы говорите. Вот, ну, это не только наша проблема, так уже совпало, мы же раньше планировали там нашу передачу. Я вчера смотрю, или вчера, или позавчера, Медведев, президент России, проводит совещание на аналогичную тему. И тоже про техобразование. И просто вот они показали один завод, где там реально, ну, условно говоря, при заводе работает, и они, ну, там действительно стоит современное оборудование, уже там на пульте, там не крутят они сами. Ростов-на-Дону. А? Ростов-на-Дону, да. Ростов-на-Дону, да. Ну, просто нам в данной ситуации, вот понимаете, в чем проблема? У нас же нет гигантов. И здесь нам действительно надо думать о том, как консолидировать усилия. Вот просто вот, я говорю, вот худо-бедно, даже вот если взять вот судоремонт, значит, там, сказал 275, здесь 175, значит, 13-й завод, 1300, частные предприятия, которые в городе достаточно, там, если всех вместе, наверное, человек 500. Вот надо тогда смотреть и договариваться. Да, я вот все время какую идею вынашу, чтобы мы за деньги бюджета начинали готовить эти специалисты, а потом, я прошу прощения за эти слова, предприятия выкупали работников. Ну, в каком плане выкупали? Конечно, имеется в виду, что они компенсировали затраты бюджета в той части, которую они могут. Ну, грубо говоря, 5 человек в группе не научить, надо 25, понятно, да? Они говорят, вот 5 человек мы возьмем. Мы говорим, вот смотрите, наши затраты бюджета на подготовку вот этих специалистов составили, там, цифру с потолками, например, 100 тысяч гривен, вот, пожалуйста, давайте вот там по какому-то графику нам эти деньги верните, это уже предмет разговора, потому что, ну, вот, условно говоря, следующая профессия, вот мы тоже говорим, что вот надо бы развивать порты, порты это крановщики. Ну, сколько этих крановщиков? Ну, я, условно говоря, на каждом предприятии там 20-30, опять, они же не будут, ну, по-серьезному готовить, ну, нет возможности набирать группу, готовить, надо опять смотреть, а по городу надо, по городу надо, потому что там стоит порт, там стоит порт, там стоит порт, то есть, в целом, специальность это нужна. Как тут расширять все эти моменты? То есть, я просто к чему еще раз хочу сказать, вот самый главный момент, грубо говоря, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот если мы сейчас не определим, вот мы не определимся, то, что мы критикуем государство, понятно, государство само не может сказать, почему, но это рынок. И вот я еще раз говорю, вот если в городе Севастополь, если мы не определимся, что вот эти специальности мы готовим, это может быть в какой-то степени рискованно. Но сегодня вот наши компании, которые готовят для подготовки и высшие учебные заведения плавания на зарубежных судах, они в какой-то степени тоже рискуют, у них же нет заказов. Но они просто понимая нишу, которую занимают в этом деле, готовят, ну вот, скажем, морскому институту, там готовят специалистов и так далее. Они знают, что они не сумеют продать кадры здесь, я беру кавычки, потому что понятно, что прямой никто не продает, они, соответственно, эти кадры устроят там. И здесь нам надо думать. Вот просто еще раз говорю, вот, ну это говорится, а вдруг они не найдут здесь работы. Если у них будет качественная специальность, он найдет работу, прошу прощения, в Англии. Ну и что в этом плохого? Он деньги, как тебе сразу, привезет в Севастополь, потому что, ну, мало вероятного, что он вывезет семью туда и так далее. То есть он привезли деньги сюда, начал строить жилье, воспитывать опять своих детей и так далее, и так далее. То есть нам просто надо вот эти специальности уже сейчас выбрать и думать, что делать. Потому что, конечно, ну я представляю ситуацию, значит, по нашим ПТУ, даже вот такое неплохое ПТУ, как 28-е, а когда посмотришь парк станков, ну это там 1965 год, я так откровенно скажу, и с вытекающими последствиями. Поэтому надо все равно думать, как здесь нам прорваться. Давайте мы сейчас, знаете, кого послушаем? Тех ребят, которые уже выбрали специальность и пойдут ли они работать по этой специальности? Мы поставили студентам несколько вопросов. Первый – это будете ли вы работать по специальности выбранной, а второй – уже по зарплате. Но по зарплате чуть позже, сейчас пойдут ли они, отучившись, работать по выбранной специальности? Итак, сюжет смотрим. Скорее всего, да, но на данный момент как бы рынок перенасыщен, данной профессией я менеджмент заканчил. И, скорее всего, что-то в этой сфере. Ну, дело в том, что в нашей стране очень мало людей идут работать по специальности. Все дело в том, что такая страна может быть, может быть, неправильно как-то положено. Может быть, через несколько лет, когда это все раскроется, может быть, уже и будет перспективной специальности. А так, мне кажется, нет. Надеюсь, да. Потому что я учусь на специальность туризма, и думаю, у нас в городе это будет востребовано. Надеюсь. Инженерная механика. Я уже работаю. Ну, вообще, да, планирую. Думаю, да. Специальности, которые получите? Стараюсь. Ну, там видно будет. Конечно. Возможно. Не знаю. Но я собираюсь получать второе образование, высшее. Какое? Поэтому, юридическое. Да, я уже работаю. Какие мысли после этого образования? Вот знаете, как вот у нас в обществе вот такой момент сейчас интересный тоже молодежи. Вот я прошу прощения, вот мы все сидим представители старшего поколения. Вот когда мы заканчивали вуз, мы понимали, грубо, мы никому не нужны. Второе, придя куда-то, надо доказать. Ну, вот условно говоря, я пришел на завод, Ильиченко пришел на завод, Терев пришел на завод, наверное, вы тоже на завод пришли, да? Я понимал, что я могу пойти работать или мастером, или, скажем, инженером, технологом и, соответственно, доказывать свою состоятельность. Но при этом все понимали, что в ближайшие три года просто надо, грубо говоря, показывать, что ты есть. Просто надо показывать, ты приходил в большой коллектив, в котором было много грамотных мастеров, грамотных инженеров. После вуза надо учиться было конкретному, скажем, делу. И мы все это дело понимали. Вот сейчас, когда прозвучало у одного парня, он выступал, говорит, так может быть такое государство, может быть, это мы такие? То есть, условно говоря, если ты сегодня представляешь ценность, я перескочу. Вот мы сидим сейчас, немножко зацепили сюда ремонт для судостроения, а я вот просто хочу сослаться как-то на разговор с руководителями такого предприятия, но я считаю, продвинутого, как-то в РИД-электрике. Я говорю, что вам мешает сегодня в городе Севастополе развиваться? Низкое качество подготовки инженеров и рабочих. Он не ставит вопрос налоги, ничего, низкое качество подготовки инженеров и рабочих. То есть, а низкое качество, если быть честным, это определяется сегодня, во времена интернета, грубо говоря, твоей собственной учебой. Понятно, да? То есть, вот получается разрыв между планкой притязания и планкой того, что ты реально стоишь. Ну, в кавычках беру слово стоишь, потому что твои знания, к сожалению, часто стоят мало. И вот это такой момент любопытный. То есть, просто все должны понять, вот, ну, я тоже вот смотрю, безусловно, любому руководителю не помешает юридическое образование. Ну, когда ты станешь руководителем, проходит, ну, так откровенно, 20 лет, не более, не менее этого срока. То есть, а сегодня ты докажи, вот ты, условно говоря, получил специальность инженера-механика. Класс. Это специальность, которая нужна. Ты идешь, ну, я прошу прощения, мотористом, как и в наше время так же было. Показываешь, что ты стал грамотным мотористом через год. Тебя делают там третьим механиком на корабле. И ты начинаешь расти по своей вот этой вот лестнице. Потому что вот это сегодня разрыв, значит, в притязаниях и в разрыв в своих, так скажем, способностях, ну, это, к сожалению, очень большой разрыв. Или я не прав, Владимир Владимирович? Вы во многом правы. Но. Но. Я понимаю, что обучиться теоретическим знаниям, это зависит уже от человека, от его способности, от его желания. Но практические знания, навык, опыт, он может учить только на производстве. Я вот, когда закончил в 73-м нашей СПИ, нас послали на Балтийский завод, Ленинград. Мы там проходили практику. Сейчас устроить на практику студентов проблема. Учащихся в практике училищ, мы говорим, вот тоже на платную практику, проблема. Я должен вам сказать, вот за два года доходы училищ от производственной практики учащихся снизились в два с половиной раза. 443 тысячи гривен до 193. Сейчас у нас многие работают дети бесплатно. И мы, и руководитель идем на это, потому что он должен получить практический навык. Потому что без практики ты же, ну, придешь, ты же вообще-то ничего не будешь знать. А работодателю, он же прекрасно знает, ему нужен четвертый, пятый хороший разряд. Тогда он будет с ним заниматься. А мы выпускаем третий разряд. Но у нас, вот вы тоже сказали, станки в 28-м училище. Да, там станочный парк старый. Я вам должен сказать, что последние станки мы получили из министерства. В 2091 году при развале уже Союза. В общем, 900. Вот, да. Это последний, вот, на Украине нас удалось выбить через министерство. И вот дали два станка в 28-м училище, это было ТОУ-5. И 18-ть оставлю в третьем училище. И остальное пополнение техники практически не было.